Кто это тебе сказал? Я не могу понять вообще. Где ты это прочитал? Так говорят. Всем привет! Сегодня будем вместе с вами изучать, развенчивать или подтверждать мифы о беременных. И первый миф заключается в том, что все беременные хотят, любят, жаждут всего солененького. О, что перекусить села? Что кушаешь? Огурцы лопаешь? Блин, у тебя все, сплошная соль одна. Это так вкусно. Ты сам попробуй. Не, реально, смотри, у тебя капуста соленая, оливочки соленые, рыба соленая, огурцы соленые, икра соленая. Ты сейчас сплошная соль ходячая, что ты творишь вообще? Ты не понимаешь, это просто самый топ. Фу. На самом деле это не совсем миф. Большая часть женщин беременных действительно хочет, желает соленого, и это не просто так. Во время беременности женщине необходимо добрать большое количество жидкости. Это увеличивающийся кровоток, а еще внутренние женские воды, от которых плавает наша рыбка, будущий ребенок. Таким образом, организм помогает нам, подсказывая и направляя нас к тому, чтобы мы ели много соли. После того, как мы поели много соли, мы очень много пьем, добираем воды с жидкости, и вот оно, вуаля, все происходит. Миф номер два. Если ты беременный, ты должен есть за двоих. Мам, мне кажется, или ты ешь больше всех? Я вообще забеременная. Милан, маме нужно есть за двоих. Она же сейчас носит ребеночка в животе, поэтому она должна кушать больше всех. На самом деле это все неправда. И есть, точнее, есть одному за двоих точно не нужно. Что ты делаешь вообще? Что это такое за пальцы? В общем, нужно следить за своим питанием, нужно смотреть, что ты ешь, для того, чтобы получать все необходимые микроэлементы, различные жиры, белки, углеводы и так далее. Еда должна быть действительно хорошая, качественная и очень полезная. Никакого сладкого, булок, сахара и так далее. Несмотря на предыдущее видео, я за свою беременность на данный момент, 38-я неделя, набрала 7 килограмм. Нужно есть правильно, но немного. Раз, два, три. Третий миф. Для того, чтобы ребенок был умный и мозг у него работал хорошо, нужно есть много орехов и много рыбы. Сколько можно жрать каждый день одно и то же? Рыба, орехи, рыба, орехи, рыба, орехи. Одно и то же, я каждый день подхожу, ты ешь орехи, ты ешь рыбу. Сколько можно это есть одно и то же? Ты не понимаешь, это нужно для ума ребенка. Какого ума? Для развития его мозгов. Какой бред, то есть ты считаешь, если ты будешь есть орехи и рыба, он будет умный? Да. Кто это тебе сказал, я не могу понять вообще. Где ты это прочитал? Так говорят. На самом деле это тоже просто миф. И умственные способности ребенка совершенно никак не будут связаны с тем количеством орехов и рыбы, которые мы съедим. Умственные способности ребенка будут переданы генетически от папы и мамы. Так что умнее нас он все равно не будет. А папа умом не блещет. А это четвертый, да? Да. Снимаешь? Миф номер четыре. УЗИ для ребенка вредно. Алло, ты где? На УЗИ? Все, короче, срочно беги оттуда. Я только что прочитал, что УЗИ это просто супер-мега вредно. Там облучение для ребенка и вообще просто. Собирай все свои сумки и беги оттуда быстрее. На самом деле это тоже просто миф. И нет ни одного доказательного научного эксперимента, который бы подтверждал, что УЗИ вредно для ребенка. Более того, УЗИ помогает предотвратить различные заболевания и осложнения для беременных и для малыша. Поэтому УЗИ это лайк и не вредно. Миф номер пять. Дети, которые были рождены способом КС, кесарево сечения, то есть разрезанием беременной, каким-то образом вдруг становятся отстающими от всех остальных. Ответственно заявляют, так как я уже скоро третьего мама через кесарево сечения, дети от кесарево не отличаются, отличаются только своим характером. И не важно, как он рожден, кесарево или не кесарево, на его умственные, моральные, там, я не знаю, душевные какие-то качества, это не влияет. У каждого своя душа изначально и у каждого свои способности. Дело в том, что у нас два ребенка с двумя разными абсолютно характерами. Один любит много добиваться сам, другой совершенно сам ничего не добивается и довольно апатично в этом плане. Но это как раз говорит о том, что дети все разные, вне зависимости от того, как они рождены. Миф номер 6. Когда ты беременный, ты должен просто лежать. Никакого спорта, никакого движения, все запрещено, все опасно. Лежим на диване, не шевелимся. Ты что, с ума сошла, что ли? Что? Тебе с животом нельзя заниматься, что ты тут какие-то кракозябры делаешь всякие. Вставай, давай, бред, занимаешься каким-то. Спортом нельзя филейнгом заниматься, ложись на диван. Давай, нельзя. Ты что, у тебя же выкидыш, так может быть, ложишься. Нормально, ложишься. Ну почему нельзя-то? Потому что беременным нельзя заниматься спортом. Ну мы не знаем. Все об этом знают и все об этом говорят. Что я вам скажу? Это все миф и ерунда. Спортом заниматься можно, нужно. Засиживаться нельзя, наоборот, кровообращение улучшает питание кислородом ребеночка, и он развивается лучше. Но все делается по согласованию с врачом. Бывают исключительные случаи, когда лучше действительно просто лежать. Миф номер семь. У каждой беременной бывает токсикоз. Ну тут я вам так скажу. Ученые здесь разнимаются. Один говорит да, другой говорит нет. В общем, токсикоз зависит индивидуально от каждого. У кого-то он есть, действительно очень сильный, тяжелый, вплоть до того, что человек может лечь в больницу. У кого-то его нет. У меня лично была легкая тошнота во все три беременности. Скорее всего, все зависит от вашего питания. Если оно чистое и более-менее без бургеров, кол, сахара и так далее, то и токсикоз вам не страшен. На сегодня я с мифами буду заканчивать. Если вам интересно, то пишите в комментариях. И мы обязательно снимем вторую часть, потому что мифов о беременности просто невероятное количество. Ну и еще добавлю такой момент. Про то, когда я буду рожать, где я буду рожать, мы уже рассказали в Телеграме. Для всех, кто там подписан, все об этом знают. Если ты тоже хочешь быть в курсе последних новостей, обязательно подписывайся на наш Телеграм. Ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok